Я проверил советы 100 выживальщиков из ютуба, но из-за того, что я себя чересчур сильно люблю, я проверил это всё в разных играх. Допустим, я попал в рафты, и теперь я один, в открытом море. Но я прокачал свои мозги и решил воспользоваться первым же советом. Штиль лучше плавать на спине. Так вы получите возможность максимально расслабиться и ровно дышать. Ну, проверим. Ну, особо разницы нет вроде. Ай-яй-яй, про акул-то мне не рассказывали. Итого, эта акула заруинила 80% туториалов. В результате я помер от голода. Да нет, забей, я хочу хавать, у меня нет воды. И я просто умер, всё. Не надо пить солёную воду. Я не сдался и начал заново. Я чуть не очуялся, но передо мной стал виден остров. Отлично, я на острове. Я забрал почти всё, что можно было на острове и заметил, что моя посудина ушла в закат. А, так она уплывает. Блин, надо было всё же её привязать, наверное. Хотя в этой игре нет привязывания, так что будем считать, что косяк как-то. Да уж. В результате, не сумев собрать плод, я остался на острове, помирая, смотря на закат и разглядывая звёзды. Моя оценка – одна звезда. В море я в любом случае не выживу. Та ё-моё, если я останусь после кораблекрушения, то, наверное, меня лучше сразу добейте. Ну раз на море у нас ничего не получилось, отправляемся в лес. Сона в Деп Форест. Чувства на первый взгляд... Ах, хуня. На самом деле, я чувствовал себя как дома. Нашёл рейку, построил палатку, собрал камни и палки, сделал шашлык из ящерицы, всё прям как дома. Зажить-то я зажил, но это было не выживание. Мне нужен был особый опыт, и этот опыт мне дал выживалочь. Потом я узнал от некоторых жителей, скажем, местных, которые живут буквально тут в 10 километрах. Да, из-за чего я снарядившись всем, что было у меня, отправился в лес. Да, где-то в 10 километрах тут есть население. Сейчас пойдём посм... Братан, что ты так тяжело шагаешь? По всей видимости, жителей я всё-таки нашёл. Но, на самом деле, они были не так уж и рады меня видеть, из-за чего они просто решили дать мне по башке. Я выживался. Спасибо, выживалочь, спасибо. Да, бывает и в наше время уходили люди, и несколько человек за последние пару лет не возвращались оттуда. И никто их больше не видел и не находил. Да, это было жёстко, но мой вердикт 80-ти. Не хватает только возможности хавать червяков. В лесу мне действительно понравилось, но что если выживать в джунглях? Максимально неподходящее для меня окружение. Это джунгли. Несмотря ни на что, я там не ориентируюсь. И речь идёт не о том, что я там потеряюсь. Вроде я отсюда шёл. Не, подожди, мы же тут проходили. Нам налево или направо? Речь в том, что джунгли сами по себе сложны. Допустим, я появился в глубине, где скалы. Побегал, поприседал. А, тут цветочки нельзя собирать. Но мне кажется, этот цветочек вроде съедобный. Меня сразу же вкусило в миаль. Мне почутилось, что рядом люди. В результате, оказывается, не почутилось. Правда, они чё-то начали бить друг друга, за чего я дал дёру. В результате я помер на скале, смотря на красивые пейсажи. Буду откровенным. Прям максимально. Эта игра максимально нелояльна к бедолагам, как я. Я тут и пяти минут прожить не могу. Решил начать заново, нашёл корабль. Надо было похоронить какого-то бедолагу. Когда ты издеваешься, мне сейчас дрова собирать, что ли? Думал собрать дрова, а меня схвал крокодил. А, это крокодил. Я думал, это бревно. Да пойди, братан, не кусай. Да блин, деда, джунгли это прям херещер, это перебор. Это прям надо быть завтра, потому что тут нормально выживать. И на вон, кайман, причина смерти. Да уж, параллельно пока это всё случалось, мне не раз кусались чёлы, жуки, пауки. Я даже пытался добыть еду, но еда решила, что я не голодный, из-за чего я ничего не смог приготовить. Моя оценка моих способностей выживания в джунглях 3 из 10. Первый день смогу прожить, если не буду двигаться. А, да. Видос должен был выйти чуть длиннее, но я не хотел грузить видос, из-за чего из трёх часов осталось чуть ли не 3 минуты. Стримы со всякими экспериментами и движем, обычно бывает на Твиче. Ну что можно сказать о туториалах из ютуба, то с огромной долей вероятности они просто вылетят у вас из головы. Не забудь подписаться на Твич, ВК, Телегу, Инстаграм и другие соцсети, если тебе это интересно. Пока.